Сообщение для автомобилистов. Из-за обильных осадков в 60 километрах от Тывы обрушилась региональная трасса Абакан-Акдавурак. Движение транспорта ограничено в обоих направлениях. Объезд возможен через Кызыл. Специалисты ГИБДД выставили пост. Водителям рекомендуют отменить поездки в данном направлении. Также пришлось отменить пассажирские перевозки из Абакана в Акдавурак. Будьте осторожнее. Тем временем в Усть-Таштыпе завершены работы по восстановлению дамбы. Напомним, в ночь на 10 июня из-за повышения уровня воды в реке Абакан подмыло дамбу в Аскизском районе. В пункт временного размещения были эвакуированы 46 человек. На следующий день угроза подтопления миновала. Как отметили в управлении ГОЧС, на сегодняшний день работы по восстановлению завершены. Для отсыпки дамбы были использованы 3000 кубических метров скального грунта. Всего на восстановление были задействованы 22 единицы техники. В лесах Таштыпского района введен режим чрезвычайной ситуации. Это связано с осложнением пожароопасной обстановки на территории лесного фонда, сообщает правительство Хакасии. На момент введения ЧАЭС в Таштыпском районе действовало 4 лесных пожара, один из которых на территории Государственного природного заповедника Хакаски. Общая площадь пройдена огнем более 200 гектаров. В Министерстве лесного хозяйства региона призывают жителей республики воздержаться от посещения лесов. Между тем, абаканские огнеборцы провели учения и ликвидировали условный пожар в здании Верховного суда Хакасии. Действия были максимально приближены к реальности. По легенде, возгорание произошло на третьем этаже. Эвакуировались 85 человек, троих администрация не досчиталась. Прибывшие на место пожарные расчеты бросили все силы на поиск и спасение людей. Спустя несколько минут звенья газодымозащитников вывели на свежий воздух двоих условных пострадавших, роль которых играли будущие пожарные – студенты училища Олимпийского резерва. Еще один дожидался помощи в окне пятого этажа. Чтобы добраться на него, пожарные установили автолестницу с люлькой.